Всем привет! Сегодня я поделюсь с вами очередным секретом обыкновенных китайских мультиметров, о котором мало кто подозревает и который абсолютно не задокументирован. Но этот секрет и это свойство поможет вам в работе. Да, не удивляйтесь, обыкновенные китайские мультиметры имеют немало скрытых возможностей, которые вы можете использовать в быту или на работе. Итак, если, допустим, вам надо определить, где в розетке фаза, а где ноль, то, конечно, потребуется специальный прибор, такой как отвертка. Но только не вот такая обыкновенная, а отвертка индикаторная, да еще и с прозрачной ручкой. У этой отвертки, которая индикаторная, внутри есть лампочка. Но не такая, а неоновая и с резистором. А еще бывают индикаторные отвертки, у которых внутри есть резистор и светодиод. В общем, ничего сложного, прикасаетесь с жалом к тому или к другому технологическому отверстию розетки и смотрите, светится лампочка или нет. Но что делать, если индикаторной отвертки у вас нет, нет специального прибора, а узнать, где в розетке фаза, вам очень хочется. В таком случае вам на помощь как раз и придет обыкновенный китайский мультиметр, у которого есть режим измерения переменного напряжения и который снабжен гибкими выводами или щупами, с помощью которых можно подключаться и к нулю, и к фазе и проверять, где она там есть. Соединив провода вот таким вот образом и переключив обыкновенный китайский мультиметр на режим измерения переменного напряжения, одной рукой зажимаем щуп и берем мультиметр в руку. Другой рукой аккуратно, соблюдая меры предосторожности, ищем ту самую фазу, ищем здесь, ничего нет, ищем здесь, ничего нет, а ищем здесь, и мы видим, что мультиметр показывает нам некоторые значения, а точнее напряжение вдоль вольта. Переменное напряжение вдоль вольта указывает нам на наличие напряжения именно на этом контакте этой розетки. Здесь у нас ноль, это показано ясно, а здесь у нас та самая фаза или тот токоведущий провод, голыми руками которого касаться нежелательно. Таким образом, если вдруг у вас нет под рукой специального прибора, который ищет фазу, или же обыкновенной индикаторной отвертки, с помощью всего лишь обыкновенного китайского мультиметра вы легко сможете найти ту самую фазу, которую так боятся неопытные электрики. И это свойство на самом деле присуще многим приборам, но мы с вами говорим именно о простейших, дешевеньких китайских измерительных приборах, которые могут вам помочь в трудной ситуации. Спасибо. Спасибо.